И там, оказывается, кишала целая жизнь. Там кто-то кого-то посылал, кто-то кого-то бил в прямых эфирах, кто-то кого-то угрожал убить. Пистолеты, автоматы, угрозы, оскорбления, опять избиения, опять какие-то нападки. Короче, там столько страстей оказывается, и это настолько популярная тема сейчас. В Чечне, как вы знаете, в прошлом эфире мы с вами комментировали ситуацию, произошедшую в Махачкале с одним из известных таких поп-ммэйщиков, Тамаевым. Оказывается, я для себя открыл кое-что новое. Оказывается, параллельно какой-то параллельной вселенной в мире, в котором живу не я. Есть какая-то индустрия поп-мэймэй, и там, оказывается, кишала целая жизнь. Там кто-то кого-то посылал, кто-то кого-то бил в прямых эфирах, кто-то кого-то угрожал убить. Пистолеты, автоматы, угрозы, оскорбления, опять избиения, опять какие-то нападки. Короче, там столько страстей оказывается, и это настолько популярная тема сейчас, как оказалось. И, в общем, на это отреагировали в Чечне кадыровские власти. Я вообще изначально думал, что весь этот шум поднялся из-за вот этого инцидента в Махачкале, но оказывается, нет. Там есть ситуации гораздо более шумные. Для меня это тоже было, честно говоря, открытием. Я уверен, что многие из вас тоже наверняка об этом не знают. Вам лучше и не знать. Даже не начинайте гуглить. Потому что после того, как вы посмотрите там несколько роликов из этой поп-ММА индустрии, у вас потом вся лента будет просто загажена этими роликами, этими событиями. Вот этот сказал тому-то, тот тому-то что-то там ударил. Короче, лучше не заходите. Просто меня послушайте, этого будет достаточно. Так вот, на самом деле грязно. Очень грязно. Оскорбление, мат отборный. Реально какие-то вещи, поведение абсолютно недостойное. Смотреть на это удовольствие, ну, я лично не получаю, честно говоря. И так думаю, что, скорее всего, большинство людей тоже из этого вряд ли получат какое-то удовольствие. Но, тем не менее, это любой скандал, любая вот эта вот тема, она вызывает интерес. Ты можешь щуриться, делать такую мимику от того, что тебе это не нравится. Но все равно большинство людей, к сожалению, смотрят. И вот в Чечне вчера, значит, собрали всех этих чеченских именно поп-эммэйщиков, собрали их в каком-то актовом зале Министерства по физической культуре и спорту. Известные личности в кадыровской власти. Вот это валит, забыл его фамилию, Аптия Лаудинов, вот этот Эдилов, да, валит Эдилов, Ирасханов и министр по национальной политике, внешним связям, информации и печати. Это Ахмед Дудаев. Ну и сидят в этом зале, как вы видите, известные тоже лица. Ну не для нас, но для многих, кто интересуется индустрией поп-эммэй. Это тоже, в общем, известные оказываются в этой теме люди. Их всех, как вы видите, собрали, и помимо того, что им прочитали мораль, какую-то лекцию о том, что их поведение не подобает кодексу чеченцев, что то, как они себя ведут, то, что они себе позволяют, то, какие высказывания вообще звучат на всех этих пресс-конференциях, всяких там хейповых шоу, все это недопустимо, им это никто не позволит. Но на этот раз Валид Эдилов заявил о том, что он теперь назначает какого-то человека, ответственного за эту индустрию поп-эммэй. И что теперь все они, присутствующие в этом зале, возможно и отсутствующие, если там кто-то отсутствует, они теперь обязаны с этим чуваком согласовывать любые бои, любые мероприятия, которые они будут планировать провести. То есть теперь, если поступает какое-то предложение какому-то из этих бойцов от какого-то промоушена провести бой, и перед боем, там обязательно тема, это нужно посетить эту пресс-конференцию, там они должны немножко друг друга пахать, чтобы обороты эта история набрала, чтобы градус повысить, чтобы людям было интересно. И вот теперь они должны будут, ну, наверное, по телефону или, я не знаю, может, какая-то там система коммуникации, они должны будут связаться, согласовать с этим чуваком, мы пока не знаем, там не озвучили, кто этот чувак, мы не знаем, кто это, но это будет какой-то человек из категории Рамзан Ахматович, но мы все сделаем, но он какой-то такой тип, видимо, они будут ему звонить, спрашивать, вот нам предлагают такой-то бой, в таком-то промоушене, вот такой-то гонорар, можно мы поучаствуем? И если этот чувак им это согласует, то они смогут там участвовать, наверняка будут какие-то инструкции, типа, если они участвуют, то вот это, то это, это, там, не говори того, не делай этого. Вот, но вообще это не первая попытка обуздать индустрию по ПММИ. Ровно, ну, чуть более года назад, в марте, по-моему, прошлого года, тогдашний министр спорта, племянник Кадырова, Хамзат Кадыров, он ее собирал, причем этих же чуваков, этих же бойцов, собирал, и вот эти кадры, как проходила эта профилактическая беседа, и тогда не был назначен какой-то ответственный, то есть им не сказали, вы теперь давайте там согласовывайте эти мероприятия, спрашивайте у нас, им просто указали на недопустимость такого поведения, поведения, мол, вы представляете народ, вы должны об этом помнить, и должны вести себя соответствующим нашим традициям, менталитету, обычаям. И если вы, мол, хотите бои какие-то, то у нас вот есть свои лиги, свои вот эти промоушены, Ахмат, еще там какой-то, мы вам здесь устроим, то есть этот Хамзат им тогда предложил, говорите, какие бои вы хотите, мы, значит, устроим вам это под своей лигой. Но, видимо, что-то тогда пошло не так, вместо того, чтобы обуздать эту сферу, вместо того, чтобы там как-то они стали себя по-другому вести, наоборот, практически сразу после этой встречи, Ах, этот Асхаб Томаев, еще один, я не знаю, как его зовут, они создали свой вот этот промоушен, и начали организовывать бои. И в их боях участвовали, ну, в основном участвовали эти чеченские бойцы, спортсмены, и, ну, как-то поначалу, может быть, они там какие-то рамки держали, но это все в любом случае выходит, понимаете. Здесь они могут в своем промоушене там какой-то мат исключить, там какие-то нюансы отредактировать, там смонтировать, но когда здесь эти бойцы набирают популярность, их начинают приглашать еще куда-то, они начинают участвовать в других каких-то конференциях, там пресс-конференциях, и, в общем, все идет обратно по кругу. И, видимо, вот на это понадобился целый год, чтобы понять, что тогда тонровое учение прошлогоднее не сработало, схема не прошла, да и сам Хамзат лишился своей должности, разные ходят слухи и говорят, что парень что-то там с наркотиком, ну, не знаю, чего не знаю, не будем говорить, но в факте он лишился должности, и он теперь не является вообще никаким чиновником, теперь его должность это племянник Рамзана Кадырова, это тоже в республике у нас должность, но официальный какого-то государственного чина он больше не имеет, не занимает. И, соответственно, видимо, теперь нужно эту поп-мэй индустрию, теперь опять ее нужно как-то обуздать, уже новый руководитель, и сейчас звучит все очень серьезно, не знаю, будет ли это все реально так, насколько они смогут это все взять под контроль. Первый раз тогда, год назад, создалось впечатление, что они просто решили завернуть прибыль от этой индустрии. То есть у меня лично было такое впечатление, ага, их собрали, им, значит, прочитали лекцию, и после этого появляется новый промоушен, который якобы создал Томаев там со вторым чеченцем. Но для меня это было так, ага, они их просто подтянули, значит, лекцию прочитали, после этого создали свой промоушен, сами кадыровцы поставили туда ведущими просто этих двух человек, и решили на этом зарабатывать. Так ли это было на самом деле или нет, не знаю. Как бы там ни было, сейчас им рамки ужесточили, теперь им придется вот с этим каким-то чуваком это все согласовывать. Скажу чисто мое отношение, мне, конечно, абсолютно неприятно наблюдать за всем тем, что они там позволяют, все эти крики, реально поведение, конечно, абсолютно неподобающее, но те, кто читают им лекции, и те, кто хотят это взять как-то под контроль, это люди, у которых поведение гораздо более еще неприятное, омерзительное, похабное, чем у этих. То есть там они... А кто учителя, как говорится, судьи кто? Это напоминает ситуацию, когда женщина легкого поведения читает лекцию о морали, собрала женщин там целомудренных, и рассказывает им, как нужно быть морально правильной, такой целомудренной женщиной. Вот так это просто звучит, выглядит. Потому что это, эти люди, это те, кто вообще перешагнули через все морали, через все, что возможно. Это те люди, которые заходят в чат, и к нам официальные лица, занимающие там должностя какие-то, российские чиновники. И такой отборный мат, такую грязь выдают. И после этого садятся опять серьезными лицами и начинают вот спортсменам, там женщинам, мужчинам, начинают рассказывать про то, как нужно себя вести, как нужно правильно общаться с людьми, какое поведение является аморальным, какое нет, как материться нельзя, как вообще правильно нужно, каким мусульманинам правильным нужно быть. То есть, понимаете, вот эти вот все моменты, эти противоречия от них на самом деле просто воротит. Если бы люди, пытающиеся как-то читать вот эти морали, приструнять, допустим, этих молодых спортсменов, если они сами были бы, вели бы себя правильно, если бы на них можно было бы равняться, то можно было бы еще как-то понять. Но так это выглядит очень смешно. Субтитры создавал DimaTorzok